В начале весны подарить праздничное настроение и веру в себя решили авторы проекта Reborn его участницам, женщинам, которые борются с онкологией. Название проекта с английского переводится как «перерождение». Визажисты, парикмахеры, стилисты преобразили участниц, профессиональный фотограф провел для них фотосессию, а остальные партнеры организовали настоящий праздник. Мы познакомились с некоторыми из тех, кто сейчас проходит непростое лечение. Подробнее расскажем в специальном репортаже. 15 участниц проекта Reborn начали свое преображение в одной из студий красоты в Петрозаводске. Профессиональные визажисты и стилисты колдуют над созданием индивидуальных образов. Среди тех, кто решил встретить весну во всей красе – Елена Афанасьева. Опухоль в груди она обнаружила, когда была в отпуске на юге. По возвращению домой пошла к врачу. Первоначальный ее диагноз звучал как фиброаденома молочной железы – доброкачественное образование. Договорились, что платно я буду ее удалять. А приехала удалять платно через месяц. Решили повторно сделать анализы. Оказалось, рак. И причем его уже было довольно-таки много, было 6 опухолей в одной груди. Врачи приняли решение удалить полностью грудь. И вот у меня уже второй год. Лена уже прошла 16 курсов химиотерапии, 25 лучевой, 9 таргетной. И продолжает бороться с болезнью и дальше, чтобы услышать заветное слово «ремиссия». Этого же ждет и Наталья Степанова. Рассказывает, что в самые тяжелые моменты ее поддержала не только семья, но и девочки из общества помощи больным заболеваниями молочной железы, которые организовала Марина Романова. Каждый заболевший изначально испытывает вот это чувство, зачем, почему я и почему сейчас, и зачем это, для чего это. Ну, знаете, я говорю, когда я вот со всеми девчонками познакомилась, у меня все ушло на задний план, и я поняла, что нужно жить, нужно бороться, нужно как бы все преодолевать. И очень хочется, чтобы я это поняла, и очень хочется, чтобы все девочки, ну вот девочки мы всех называем, все мы девочки, да, чтобы все девочки понимали это, понимали и не боялись. Валентина Смирнова – еще одна участница проекта. О своем диагнозе она узнала в мае прошлого года. Информацию от врача восприняла без особых эмоций, а сознание пришло позже. Ну, конечно, были слезы. Ну, неделю, наверное, да, были периодически слезы. Начинаю кому-нибудь рассказывать, начинаю плакать. А потом думаю, ну, хватит уже. Подруга мне сказала, прекращай, готовься, что год у тебя будет непростой, но ты выйдешь из этого. Потом я познакомилась с девочками, с нашими, с Мариной Романовой, сильным духом тоже есть группа у нас. Вот, а потом Марина Романова. И вот много очень полезной информации, нужной для себя. Мы узнали здесь, они там поддерживали, куда обратиться, что делать. Поняла, что живут люди с этим диагнозом. Просто надо как-то бороться, надо заниматься этим всем, не надо опускать руки. Марина Романова предложила поучаствовать в этом проекте тем, кто еще проходит тяжелое лечение на пути к выздоровлению. Многие замкнулись и пока не принимают ни себя, ни свою болезнь. Онкология, вот это путь лечения и вот эта борьба, да, когда у человека меняется все вокруг, меняется жизнь. Тяжелое лечение, внешние изменения, ты теряешь волосы, проблемы с кожей. Все это вызывает для женщины депрессию и, ну, вот такое неприятное состояние, не любовь к себе. Так вот, этот проект, вот я надеюсь, он все-таки придаст девчонкам большую уверенность. В первую очередь, да, он должен направить их, заставить их полюбить себя заново, несмотря ни на что, да, возможно, вопреки, но начать какую-то вот новую жизнь, яркую, красивую. Работа профессионала в студии действительно вдохновила участниц. Позитивные эмоции испытали все еще на этапе сборов на праздник и фотосессию. То есть, спасибо девочкам. Вы знаете, я их так люблю, они такие классные все. Я всегда говорю, когда я эти слова говорю, мне так хочется обняться. Очень. Спасибо, да, спасибо. И они не то, что на нас там все чувствуют, а вот, вот, вот какое-то вот, я понимаю, что они от души вот это вот хотят сделать, вот хотят это, это им, ну, кайф. Первый раз меня красит профессионал. Первый раз фотосессия профессиональная. А какие могут быть эмоции у женщины, когда она и так красива, а становится еще красивее. Только супер эмоции. Поэтому и девчонкам всем своим желаю набраться сегодня позитива, вот этих вот ярких эмоций, чтобы и весна, чтобы заиграла и в душе, и везде. Проект «Перерождение» придумала стилист и визажист Лена Прохорова. Летом прошлого года заболела раком ее подруга, невольно ставшая музой и вдохновительницей целого ряда мероприятий. Лена бросила клич по знакомым парикмахерам, стилистам, владельцам модных магазинов Петрозаводске и все откликнулись. Сегодня партнеров проекта уже больше сорока и все они бесплатно помогают женщинам бороться с раком. Думала, что это будет какой-то такой небольшой между собойчик, девичничек такой, да, но стоило написать в соцсетях о том, что я организую такое мероприятие и пригласить всех желающих принять в нем участие и столько людей его поддержали. Я этому просто безумно рада, это так приятно и на самом деле это и меня и всех партнеров это так заряжает и мы хотим дальше, дальше еще и еще действовать и придумывать, масштабировать этот проект и объединять вокруг него все больше и больше партнеров. Из студии красоты все участницы проекта вместе с партнерами отправляются в фотостудию. Финальные штрихи и вот он долгожданный весенний праздник. Вечерние платья, аксессуары, песни, танцы, фотосессия от профессионального фотографа Игоря Герасименко – все это дополнило праздничную атмосферу. А позитивный внутренний настрой и оптимизм порой бывает эффективней любых лекарств. Мне очень понравилось. Я впервые принимаю участие в таком мероприятии. Я вообще в восторге от всего. Мне первый раз делали макияж. Первый раз одели красиво. Красивое платье. Первый раз мужчина поет лично для меня. А мой образ, поначалу честно, он меня шокировал. Я приехала домой, дети были в шоке. Они сказали, мама, ты что сделал? Полный образ, он, конечно, меня порадовал. Праздник удался сегодня? Да. Это вообще классно. Это праздник, это весна, это улыбки, это настроение. И вот знаете, ощущаю себя вот прямо яркой, красивой, жизнерадостной. Ну вообще это здорово. Здорово. Спасибо. 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 Спасибо.